Ребята, всем огромный привет! Мы сегодня с вами продолжаем проходить игру под названием Short Story Introduce. Это короткий мод на сталкер. И тут есть вторая глава. Давайте пройдем ее. Глава вторая. Незваные гости. Проходим ее тоже на сталкере. Вот. В прошлый раз мы с вами прошли первую главу, а сейчас вторую. И да, этот сталкер я решил не стримить, а записывать на видео. Потому что тут стримить даже и нечего. Полетели. Отключение выжигателя мозгов побудило многие группировки оставить свои базы и отправиться в рискованные экспедиции в центр зоны. С открытием прохода на неизведанной территории также возросла активность подразделений наемников. Под их контролем оказалась бывшая база свободы на армейских складах. Сыч был заинтересован информацией, которая могла там храниться. Он поручает Бонзаю задание проникнуть на базу и добыть любые данные. В этот раз сталкер пойдет туда не один. Сыч на связи. Слушай меня внимательно. Разведчик встретит тебя в деревенчатом доме напротив водонапорной башни. Дальнейшие инструкции он расскажет на месте. Будь осторожен. В этой деревне много одиночек пропало. Впрочем, не мне тебя учить. Конец связи. И хотел бы что проверить. Опции. Максималки. Хорошо. Так. Условное место. Встретиться с разведчиком. Чтобы попасть на военную базу, мне нужно встретиться с человеком сыча. Место встречи. Дом напротив водонапорной башни. Так. Карта. Карты нет никакой. Короче. Понятно. Взаймы, знаете, любую информацию. Мы это выполнили, по-моему, в прошлый раз, да? Или нет? Так. Меня. В том месте. Ладно. Давайте все обходить. Смотреть каждый домик. Как мы и хотели. Тут какая-то ночь. Тут ночь, ночь, ночь. Так. Вот. Ну что тут? А, тут пси-излучение, да? Чёрт, я уже был здесь. О, господи. Я как понимаю, тут атакуют пси. Только бы выбраться. Только бы выбраться. О. Выбрались. Понятно, туда лучше не стоило идти, да? Давайте вот сюда, вот в этот домик зайдём. Какое у нас наряжение? У нас толком-то ничего и нет даже. Как нас зовут? А, бонзай. В этой части, ой, в этой главе тоже бонзай. Ну, получается. Ну, логично. В принципе, логично. Здравствуйте. 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 Так. Вон. Что это? Они тут ещё где-то, что ли? Или что это было? А тут? Непонятное, непонятное. Тут зомби какие-то, походу, жрут всех. Потому что мы встретили одного уже зомбика. Который реально мы его, ну точнее мы его видели. Тут мёртвых много, но видели мы только одного. Жаба. Ой, мне тяжело такой текст читать. Я помню, я понял, я вот, я всё понял, кроме вот этого слова. Абсолютно всё понял, кроме этого слова. Жад, что жадный типа, или что вот? Жадный, 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 да, да, жадный, наверное. Да, жадный, жадный. Да, всё. Это крипово выглядело. Так, ботинок. Чей-то просто ботинок. Ага. А тут такой дом, как, знаете, вот где лис обычно стоит, очень похоже. Что? Нет, тут нигде артефакта какого-то. Похоже, где-то поблизости есть зомбик. Какой-то мутант. Я тебя вижу, а ты меня. Неизвестный контакт написал. Нет. Тут, короче, что-то странное происходит в этой деревне, видимо. Кто вякает? Ну вот я слышу, что кто-то вякает. Ну-ка. Где кто? А, меня там убивают. О, нет. Там слишком сильная радиация, да. Туалетик. Какой? Блин. Иди сюда. Чё убежал? Убежать. О, он. Автоматик мне дали. Слушайте, у меня патронов-то мало. Три патрона. Очень мало патронов. Капец. Смотрите на это. Патечечка. Патечечка. Это что? Я подумал, тут стоит кто-то. Нет, тут ничего нет. Смотрите, там есть, походу, какой-то чердак. Только как мне на него забраться? Ну, он там есть. Я это вижу. Нет там ничего. Мы в этом доме были, вот в этом? Не были. Не были, не были мы в этом доме. Что это? Корова. Последнее время зомбированные сюда со всей округи сбираются. О, медузка. Адефактик. Медуза. 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 И тут тоже был кровосос. Да. У меня патронов-то мало. Надо пестиком пользоваться. А, мы тут были. Только что. Так, я обыскиваю, по крайней мере, эту сторону, а потом надо идти будет туда обыскивать, в ту сторону. Вот и башня, я как понимаю. Я уже до нее добрался, до этой башни. Но только я тут еще не обыскал ничего. А тут действительно может быть что-то полезное. Ой, что это что-то? Радио включилось. Подождите. Эй, ты в порядке? Что это было? В порядке я. Не знаю, что это было. Что-то вот было. Кто-то нам пишет. Написано, что какой-то неизвестный контакт. Отлично, ты на месте. Все, никуда не уходи, бегу к тебе. Так, я на месте. Какое-то... 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 Привет. Это с тобой я должен был встретиться. Зови меня Бонзай, будем знакомы. Будем. А меня Номахом окрестили. Ладно, хватит любезностей. Давай сразу к делу. Значит, у них там орлы со снайперками засели. Поэтому напрямик к базе мы не пойдем. Но я знаю одну тропинку, по которой можно по-тихому прошмыгнуть. И где она? Тут неподалеку. Земля просела пару выбросов назад. Аккурат в том месте, где коллекторы проходят. А эти коллекторы прямо к базе ведут. Есть мысль пробраться к наемникам через них. Думаешь, наемники не знают про коллекторы? Если и знают, то к люку не сунутся. Если я правильно помню, выход находится сейчас там, где поле аномалии появилось. Поэтому нахрена туда наемникам лезть? В такой ситуации трамплин будет получше любой растяжки. Понятно. Так а зачем я для этой операции вообще нужен? Знаешь, я бы один с этим заданием справился. Если бы не коллекторы. Я хоть и предложил по нему идти, но не нравится он мне. Так что подмога лишней не будет. А вообще смотри, сначала по коллекторам тяпаем до базы. Затем я беру орлов на вышках и буду прикрывать тебя сверху. Ты в это время ищешь на базе все, что может заинтересовать Сыча. Так, задание выполнено. Новое задание будет к базе пройти через систему коллекторов. Не знаешь, сколько всего наемников в лагере? Человек 20, наверное. В общем, придется хорошенько так постараться, чтобы тревогу не поднять. Что будем делать? Когда добудем мы информацию. Вернемся сюда, в деревню. У меня водонапорки, схрон есть. Там переночуем. Скоро двинем, подожди. Так, думаю, можно выдвигаться. Тогда вперед из песни. Так, вот и коллекторы. Далеко я не ходил. Одному в такие места саматься опасно. Так что давай здесь держаться вместе. Аминь. У меня как-то по заказу Сыча лазил в потемелье агропрома. То еще местечко эти скажу. Тиггеры оттуда давно уже все ценное вытащили. Только бандиты до крыс остались. Кстати, о крысах. Что-то их не слышно. Крыс не слышно. Стой! Бояться нечего. Можно идти дальше. Ты не встречал иллюзов? Это вроде как память зоны. Появляются такие штуки в разных местах и воспроизводятся периодически. А вот по какому принципу работают, тут без понятия. Не спрашивай даже. Пришли. Так, и что дальше? О, гляди. А эти давно лежат. Как думаешь, кто их так? Да твою ж! Снорков только не хватало. Так, давай спиной к баррикаде. Все, у меня патрон. Посмотрим, откуда они пришли. А вот и проход. Ну, чую, что впереди еще будут. Так что, повнимательнее. Пожалуйста, секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте. Ай, так ты помогай, помогай. Блин, помогай. И так вот. Где? А че не сохранялись? Отлично, ты на месте. Все, никуда не уходи, бегу к тебе. Ужас, он мне не помог. Я умер. Ну, здравствуй. Значит, вот ты какой вблизи. Ну, как? Тогда... Все, давайте по-быстрому сейчас опять с ним пробежимся. Так, вот и коллекторы. Далеко я не ходил. Одному в такие места саматься опасно. Так что, давай здесь держаться вместе. Помню, я как-то по заказу Сыча лазил в подземелье Агропрома. То еще местечко, я тебе скажу. Диггеры оттуда давно уже все ценное выточили. Только бандиты да крыс остались. Стать о крысах. Что-то их не слышно. Не разделяемся. Идем рядом. Ну, иди. Стой. Ну, иди быстрее. Опа. Пришли. Так, и что дальше? О, гляди. А эти давно лежат. Как думаешь, кто их так? Так, давай, стой. Ну, и где они? Да, иди нафиг. Да, у меня ничего не достает он. У меня одного пистолета не достает. Двинули. Посмотрим, откуда они пришли. Может, там пройдем. А вот и проход. Ну, чую, что впереди еще будут. Так что, повнимайте. Хорошо, звонили. Ну, все, прорвались. Теперь давай выбираться отсюда. Давай, я готов. Только учти, нам нужно действовать скрытно. Поэтому, держи дружеский подарочек. Понял. Теперь начнется самое веселое. Но сперва нам нужно выбраться из аномалий. Так. У меня есть идея. Ну-ка, подсади меня. Теперь смотри. Я займусь снайперами, а ты пока выберись из поля аномалий. Я буду прикрывать тебя сверху. Ну, хорошо. Давай. Прикрывай меня сверху. Сейчас только глушитель можно у тебя, да? Самипачки. Так. Все, снайперы нейтрализованы. Кстати, надеюсь, ты не забыл про глушитель. Без него ты слишком громкий. Не, мужики, не надо. Я никому ничего не скажу. Правда. А ты про трипа, слышал? Он тоже такой. Ну, ни хрена себе. Спасибо, мужик. Еще чуть-чуть, и все. Слушай, я твой должник. Подойди, я могу сказать кое-что полезное. О, давай. Братуха, спасибо еще раз. Одной ногой уже. Меня Карп звать. А тебя? Бонзай. Так, пара вопросов. Как ты попал на базу? Меня, блин. Про Захара слыхал? Ну, знаешь такого? Он с этими наемниками, типа, забился. Они ему снарягу навороченную подбрасывают. А он им свежак по зоне сливает. Не, про Захара не слышал. Ну, короче. Наемники давно за свободовской базой приглядывали. Но все осветиться не хотели. У них там терки давние. Захар заставил меня наблюдение вести. И этим на базу докладывать. Как свобода в полном составе на север двинула, так и наемники и вещички упаковали и базу заняли. А меня с собой прихватили. Сейчас, секунду, ребят. Я тут перекантовался пару дней. А тут и эти двое пришли. Протрепал его какого-то затирать начали. Пролося ихнего. Уже замочить меня хотели. А тут вот, ты. Ага, ребят. С вами так. Ясно. Не знаешь, сколько человек на базе? Даррел 20, не меньше. Я не считал особо, но народу там много толпится. Еще что скажешь. Может, слышал, что наемники говорили. Зачем сюда пришли? Да при мне не базарили особо. Мутны они, в натуре. Как выбираться отсюда, думаешь? Да хрен его знает. Не думал пока. А ты сюда как попал. Тут же эти снайперы на каждом углу шкерятся. А тут люк есть посреди аномалий. Там спуск в коллекторы. Попробуй выбраться с базы через них. Выход не пропустишь. Он прямо у тупика. Он прямо у тупика. Только осторожнее. Там место... Это не... Только осторожнее. Там... Только осторожнее. Место это нехорошее. Так что не сбавляй шаг. Да почему она не... Мужик, ну ты прямо мой ангел-хранитель. Слушай, ты мне жизнь спас. И как выбраться рассказал. Не люблю быть должным. Поэтому... Я когда по складам шарил, то мычку нашел. Снехилы волны. Она тут, совсем рядом. Иди за казарму и ищи электрощиток у трансформатора. Почту. Спасибо. Ну, пока, братуха. Зона даст. Свидимся еще. Угу, да. Видел, как кто-то покинул казарму и пошел в сторону Аномарий. Судя по виду, не наемник. Ты что, уже умудрился кого-то там спасти? Да, умудрился. Пекинь. Продолжение следует... Так. Надо их тут всех. Вот щиток. За казармой. И че? Где-то здесь, да? О. Вот, я нашел. Так, все, да? А ну... А, не, ну ладно. А чем он стреляет? А чем он стреляет? У меня таких нет. А, ну нет. У меня таких нет, чем он стреляет, поэтому... Минус патрульный на мосту. Минус патрульный на мосту. Попробуем их как-то наверху, наверное, здесь. А, у меня перегруз. Попробуем их. Попробуем их. Попробуем их. Позлядите. Нет, видимо, я тут никак дальше... Не смогу. Не смогу. О, вот теперь нормально с бегом. Что-то нашел, говоришь? Это хорошо, но пока рано уходить. Ищу дальше. Так. Документики я какие-то тут нашел. Знаете, вот эти патроны надо выкинуть все-таки, наверное. Так. Так. они запустили сигнальную ракету можно уже не прятаться нет они запустили сигнальную ракету дождите охранить топ а вот это вот что за сохранение а это оба че они вот все нормально вы че вот она это сохранение все хорошо ветки не паникуйте получается мне вот эту фигню убить все никак я их не могу завалить я не могу их не как купить формально хорошо блин там еще один был т.с. побился теперь никого так вроде ну да не вроде а реально всех еще нашел отлично продолжай поиски продолжаем так хорошо так сделаем чем больше мы найдем тем лучше посмотри еще в другом месте у винта резик но хотя знаете вот зачем целом могу себя все да тогда до свидания так там уже радиация мощная мощная радиация уже на втором этаже штаба засек движение будь внимателен на втором этаже штаба засек движение будь внимателен так так и 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 за и и и Година. СПС. Супер. Давай, немного осталось. Вот. Все, мы нашли, что искали. Пора отсюда выбираться. Жду тебя на мосту, у входа на базу. Это где было? Выбросить. Короче, сейчас надо себя почистить. Потому что, я как понимаю, у меня тут, знаете, перевес. Да. А где этот вход на мосту-то? А. Вон он. Какое мне все круто. Тут вес просто, видите, носка маленькая. Ну как? Готов выбираться? Готов. Отлично. Ну все, отвинули. Ну вот и все. Отлично. Все, бонзай, погони нет. А значит, можно накрывать на стол. А кровососы нас отсюда выпустят, когда выходить будем. Ну, в дверь к нам не скребутся вроде. А значит, что нас пока не обнаружили. На рассвете они спать лягут. А мы в это время к сычу двинем. Не переживай. Я в этой деревне столько раз бывал, что про повадки местного населения много чего знаю. А если наемники к нам придут, то с ними кровососы разберутся. Чифра придумана. Да сечешь. Помню, был у нас один чувак, который месяц напротив логовой химеры за долговской базой следил. Представляешь, да? Месяц. И не заметили? Ни химера, ни долговцы. Но долгари-то ладно. Они эту химеру даже в телескоп не разглядели бы. Но она-то. Словом, мужик был тот еще. Был? А что с ним стало? Стало с ним что? Да не знаю. Может, умер уже, а может, до сих пор среди наших чилица. Ну, Ан, ты давай, давай, не стесняйся. Доставай, что у тебя в рюкзаке есть. Так, слушай, а почему он на мах? Так. А эти наемники? А не кто вообще? Чьи интересы отстаивают правительство? Частная военная компания. Названий не скажу. Их тут в зоне как муха, всех и не упомнить. Ни оно и не надо. Я, как и ты, просто свое задание выполняю. А что там до интересов, то тут, брат, тема интересная. Для того, чтобы их нанять, нужно владеть серьезными деньгами и влиянием. А у кого оно есть? У производителя оружия и транспорта. У монополистов в области энергетики и здравоохранения. Они-то по-настоящему и стоят за учеными, армиями и торговцами. Вроде сейчас. Наши сегодняшние друзья отстаивали интерес кого-то из них. Вероятнее всего, наемники что-то ищут здесь, в зоне. Что-то, что интересует самых богатейших людей Земли. Ты подумай сам. Ты живешь, никого не трогаешь, а тут бац. Появляется нечто, которое тебе не подконтрольно. И появляются артефакты, которые можно, загибая пальцы, использовать как оружие. Использовать как топливо для транспорта. Использовать как безотходное топливо для электростанций. Как лекарство. И внезапно все решают, что артефакты-это зло. И тиражируют это мнение по всем СМИ. Хотя сами скупают артефакты чуть ли не в три драка. Похоже на байки про иллюминатов. Знал, что ты так подумаешь. Но, хочешь и вери, хочешь и нет. Но это как раз то, против чего свобода воюет на самом деле. Не против долга какого-нибудь. Не против абстрактного правительства. Просто задумайся. Почему никто не использует артефакты для лечения онкологии? Хотя у нас уже были случаи, когда ништяки выводили радиацию из организма. Почему никто не хочет массово использовать артефакты как альтернативные источники энергии? И все это на фоне роста потребностей населения. Да потому что сейчас, когда все предприятия живут за счет нефти и газа, никто не захочет терять прибыль. А когда все природные ресурсы кончатся, знаешь что они будут делать? Внедрять технологии на основе артефактов, которые уже сейчас попадают к ним в руки. Хитро, да? Что ты думаешь про открытые пути в центр зоны? Обширная тема, честно говоря. Вообще в Припяти сейчас замес такой, что, мам, не горюй. Кто успел собрать самые жирные куски, тот уже клеит ласты в сторону Кипра и южнее. Кто не успел, барахтается сейчас в грязи. С надеждой дожить до утра. А ведь не факт, что доживет. Это всех там касается. Сталкеров, свободы, да угореть их. А для тебя это что? Для меня, ну, это ответы на некоторые существенные вопросы. И что это за вопросы? Например, как сделать жизнь человечества лучше? Или как решить большинство глобальных проблем современности? Такие вопросы. А как тебе такой? Как вывести технический прогресс на новый уровень? Ты правда думаешь, что у зоны есть ответы на эти вопросы? Конечно есть. Вниже потенциала на сто лет хватит, если не больше. Ты сам посуди, энергетический кризис не за горами. Нужно только дюжину-другой лет подождать. А там уже и первые коллапсы недалеко, которые подтянут за собой использование артефактов. Либо они, либо ядерка. А ты знаешь, какие у человека отношения с ядерной энергетикой? Довольно напряженные, не правда ли? Слушай, а почему на мах? А почему бонзай? Я первый спросил. Меня так мой крестник назвал. Ты страну негодяев Есенина читал? Там был персонаж такой, Номах. Были у него идеалы, за которые он боролся, но они оказались ложью. Этот мужик, думаешь, сдался? Не-е-е. Он, брат, пошёл дальше и собрал вокруг себя таких же обманутых. Назло всем, кто был против него. У нас в свободе похожая ситуация. Это вас кто так обманул? До зоны многие из нас были кем? Менеджерами, работниками завода, сантехниками, охранниками продуктовым. А по лестнице карьерной никак не пробиться. Занято всё. Растородился обслуживающим персоналом, и мы помрёшь. Знаешь, как касты в Индии. Как их там? Блин, не помню. И как это связано с кличкой? А так, что я верю. Верю, что зона способна вывести человечество из кризиса, в котором мы уже с тобой находимся. А кто его туда завёл? Да такие же человеки, как и мы, но повлиятельнее и побогаче. А свобода для них, как заноза в заднице, понимаешь? Любят нас за то, что мы в зоне делаем? Не любят. А сделать ничего не могут, кроме как кричать из ящика, мол, уголовные элементы вновь у науки последнюю медузу отжали. И сюда не лезь бояться. Либо через долг с нами воюют, либо через войны. Вижу, в свободе вас неплохо подковывают идеологически. Вообще, забавная кличка, не обижайся. Я подобную от совок с кордона ожидаю. До тех пор, пока их кто-то из старших сам нормально не окрести. Когда я только в зону пришёл, то у Сидора задание взял разведать путь к топям на западе. А там же места гиблые. Чуть в воду сунешься, тебя с головой утащат. Радиация ещё высокая. Аномалии дофига и боль. Ну и? Я же ничего не знал тогда про эти топи. Считай, моя первая неделя в зоне была. Вижу, что платят прилично. Ну и пошёл туда сдуру. Дня три в этом болоте барахтался. Потом вернулся в деревню. Оказалось, что меня там уже чуть... Уже чуть ли не похоронили. Да ладно? Ага. У Сидоровича, оказывается, это задание, которое месяц с мёртвым грузом лежало. Там же аномалии чуть ли не по периметру. Это болото окружают, пробиться нереально. Вот и не лез туда. Так, ну а что с кличкой-то? А с кличкой такая история. Так, как в лагере известно стало, что я на это задание подписался, то меня сразу камикадзе окрестили. Но выговаривать долго, поэтому сократили до бонзая. Так, ну и ты прикинь. Прихожу в лагерь, а меня встречают с криками. Бонзай вернулся. Как ты вообще к этому болоту пробился? Знаешь, проверенная тактика. Дурак на минном поле. А просто не знал, что вокруг аномалии. И шёл себе спокойно. Зона милого, наверное. Потому что не на карте, конечно. Ну, а что ты ищешь в зоне, камикадзе? Секрет. Ну, блин, так неинтересно. А, впрочем, хрен с тобой. Не хочешь не говорить. Секретный, блин. Ладно, давай пока глянем, что удалось найти у наёмника. Что там? Так, две флешки забрал у снабженца и у лидера наёмников. Ещё нашёл два ноутбука и карты. Ну-ка, дай посмотреть. Так, очень странно. Без контекста не могу разобрать, о чём тут. Ладно, отложим пока в сторону. По остальным данным у нас что получается? Получается, что наёмники планировали в Припяти крупную операцию. Для этого им понадобились сталкеры припятчане, господи, это выговорил, которые служили бы проводниками. Военных они не опасались. Те получают неточные данные. Значит, у них свой человек в СБУ. Хорошо, что ещё? Я там упомянул карты. Я нашёл их в запретном сейфе на вашей базе. Вероятно, ваши свободовские. О, да это же карты Миквухи. Он их составил ещё до рейда в Припять после отключения выжигателя. Ну, не прямо они, а копий. Странно, я думал мы их с собой забрали. Хм, может их кто-то из наших специально оставил. Знаешь, кажется, не только у СБУ агенты наёмников сидят. Похоже, мы сорвали довольно крупную операцию наёмников. А, сорвать-то сорвали. Но знаешь, что меня напрягает? Что же? Меня напрягает, что эти данные могут попасть не в те руки. В каком смысле? В прямом. Ты уверен, что Сыч не передаст информацию таким же людям, что наняли тех наёмников, с которыми мы сегодня имели дело? Разобрались с одними наёмниками, а на их место придут другие. Только от другого заказчика. Моё какое дело. Я задание выполнил, я его сдал. Что касается этих документов, то, что с ними потом будет делать Сыч, его личное дело. Тебе действительно всё равно, что может случиться с тобой, с Зоной и со всеми людьми, если инфа будет продана на чёрном рынке. Ну хорошо, а что ты предлагаешь? Отдай честь документов мне. Я передам, что нужно, меклухи. Вместе мы придумаем, как использовать эту информацию во благо. Сычу мы то, что передадим, чтобы он ничего не заподозрил. Как-то у тебя складно всё выходит. Долго планировал. Ещё когда тебя в прицел с башни разглядывал. Поверь, мы в свободе. Человечеству реально большую помощь этим окажем. Нельзя, чтобы эти данные не в те руки попали. Знаешь, это прав. Эти данные нельзя передавать кому-то, кому попало. Я доверяю тебе. А сычу мы сорвём что-нибудь. Нельзя так. Сычу нас по земле постанет, если узнает. Да и откуда мне знаешь. Ладно. Ты не ошибся, друг. Ладно, давай ещё по маленькой и спать. Завтра с рассветом выйдем. На следующее утро Бонзай с Номахом покинули водонапорную башню и отправились к Сычу, чтобы сообщить о выполнении заданий. После разговора с торговцем, сталкеры попрощались. Бонзай продолжил работать на Сыча, а Номах отправился на север, чтобы передать свободе найденную информацию. Да, мы с вами, ребят, мы с вами прошли игру под названием Short Story. Всё, мы прошли с вами этот мод. Всем спасибо. Всем пока-пока.